Сегодня власти США, Нидерландов и Великобритании заявили о причастности ГРУ, сейчас это называется главным управлением Генштаба, а по сути российской военной разведки, к кибератакам на различные организации по всему миру. США заявили о высылке семерых россиян, которых называют офицерами российской военной разведки. А чуть ранее власти Нидерландов рассказали, что в апреле выслали четырех российских разведчиков, которые планировали совершить кибератаку на организацию по запрещению химического оружия. Она находится как раз в Нидерландах. И именно Нидерланды обнародовали фотографии, высланных которых называют сотрудниками ГРУ. Алексей Маринец, Евгений Серебряков, Олег Сотников и Алексей Минин имели при себе дипломатические паспорта. У одного из них, Маринца, была обнаружена даже квитанция на поездку до аэропорта Шереметьево от Несвирского переулка, где в комплексе зданий Минобороны располагаются так называемые кибервойска ГРУ. Подлинность квитанции подтвердила и московская компания такси. Кроме того, министр обороны Нидерландов сообщила, что изучив содержимое ноутбука одного из четырех российских разведчиков, власти пришли к выводу, что целью ГРУ было, как сказано, похищение документов о расследовании катастрофы MH17 в небе над Донбассом. Действия России осудили уже западные страны, союзники Нидерландов, Британии и США по НАТО. Ну и сегодняшнее заявление трех стран – это скоординированные действия, и это мнение косвенно подтвердил посол Великобритании в Нидерландах. На основании данных, которые нам стали известны в ходе расследования отравлений в Солсбери и того, что мы знаем об этой организации, мы расширяем нашу совместную деятельность в отношении пагубной активности. И в первую очередь это относится к ГРУ. Мы будем укреплять наше понимание работы ГРУ и его замыслов относительно наших стран. Мы прольем свет на то, чем оно занимается. Мы обличим его методы, и мы поделимся этим с нашими союзниками. Ранее сегодня Британия обвинила ГРУ в кибератаках за пределами России. Министерство иностранных дел Великобритании говорит, что мишенями кибервойск ГРУ, о которых мы уже упоминали, были база данных, расположенного в Монреале Всемирного антидопингового агентства ВАДА. Во взломе обвиняет хакерскую группу Фэнси Бээс. Тогда была опубликована информация, в частности, о спортсменах, которым ВАДА по состоянию здоровья разрешала употреблять запрещенные препараты. Также российские спецслужбы обвиняются в кибератаке на Национальный комитет Демократической партии США в 2016 году, как раз накануне выборов президента. Также обвиняют Москву в кибератаках на Киевский метрополитен и аэропорт в Одессе. А также в кибератаках на Центробанк России, два российских СМИ, Интерфакс и Фонтанку. Вину за эти действия Британия возлагает на вирус-шифровальщик Бэд Рэббит. МИД России уже назвал сегодняшние обвинения шпиономанией. И вот как прокомментировала их представитель МИДа Мария Захарова. Без какого-либо разбора в одном флаконе, а возможно и во флаконе из-под духов Нины Ричи, смешалось все. Игру, и кибершпионы, и кремлевские хакеры, и вада. Какая-то просто адская парфюмерная смесь. Богатая фантазия наших коллег из Великобритании поистине не имеет границ. Кто все это придумывает? Я хотела бы посмотреть на этих людей. Просто Андерсены. О сегодняшних беспрецедентных заявлениях Запада и о группах, которых обвиняют в кибератаках, поговорим с моим московским коллегой, корреспондентом по гибербезопасности русской службы BBC Андреем Сошниковым. Андрей, приветствую тебя. Ну вот смотри, получается, что сначала Британия, затем власти Нидерландов и США буквально в один день выдвигают столь серьезные и, как представляется, скоординированные обвинения в адрес России. И возникает сразу же вопрос, почему это происходит именно сейчас. Приветствую, Олег. Да, уж действительно, в случайность не очень верится. Мы знали о готовящихся заявлениях Великобритании по поводу хакеров из, предположительно, ГРУ. Мы не знали ничего об американских обвинениях. Это в политической науке называется спин, когда вы не только излагаете факты или обвинения, но еще и подбираете верную дату для их изложения. Вот последняя неделя была, наверное, не самой лучшей для главного разведывательного управления. Так раньше называлось главное управление Генштаба Минобороны РФ. Персональные данные сразу же нескольких предположительных сотрудников этой организации оказались в интернете. Оказалось, что любой, кто имеет доступ к базе персональных данных в интернете, может разоблачить вот такую сеть, даже какая-нибудь разведка маленького государства, может запросто найти российских шпионов, составить их список и их разоблачить. Вот эта неделя была не очень удачной. И тут сразу же три заявления по обвинению в хакерских атаках. Наверное, спецслужбы знали эти имена, озвученные заранее. В СМИ утекла информация, что разведка Нидерландов даже имела доступ к видеокамере, которая стояла в кабинетах вот этих людей из ГРУ, предположительно взломавших Демпартию США. Ну и вот сейчас выбрали наилучший момент с точки зрения этих спецслужб, чтобы эти имена назвать. Андрей, а насколько вообще можно считать обвинения в адрес ГРУ, в адрес этих всех групп, которые упоминаются уже доказанными? Мы уже называли, несколько перечисляли. Американские спецслужбы, в частности, обвиняют российских хакеров в том, что они пытались взломать FIFA, международную организацию футбола, ядерное предприятие в США, ну и в общем ряд других объектов, о которых мы уже знаем. А насколько это все уже можно считать подтвержденным? Олег, здесь существует две школы мысли. Если брать строгий подход научный к информационной безопасности, то это могут быть false flag operations, то есть ложные флаги, когда одна организация притворяется другой и взламывает что-то, чтобы дискредитировать вот этого второго субъекта. Но разведки, они же оперируют не только какими-то кодами и находят в них какие-то кириллические символы, как это было в случае со взломом Демпартии. И они еще и обладают некими разведывательными данными. И у них есть, конечно, свои агенты. И поэтому они могут сопоставлять разные форматы данных и приходить к выводу, например, что ГРУ угрожает Соединенным Штатам или наоборот, что АНБ угрожает России. И они эти сведения озвучивают, как мы видим, все чаще и чаще. Андрей, вот всегда хотел спросить и забывал, а почему хакерские группы и некоторые вирусы имеют название животных? Bad Rabbit, Fancy Bass. Стоит ли в этом искать какой-то дополнительный смысл? Большую часть названий хакерских групп дают эксперты по кибербезопасности, которые эти группы открыли. Вот как в случае со звездами или созвездиями какими-то, точно так же и с хакерскими группами. Очень редко группы называют сами себя в честь животных. Но здесь есть разные подходы. Например, Microsoft называет хакерские группы в честь элементов таблицы Менделеева. Другие называют в честь животных, третий просто по каким-то номерам, чтобы их не рекламировать. Но так сложилось, что одна, единственная хакерская группа, которая ассоциирует с ГРУ, Fancy Bear, приняла вот это название экспертов, взяла себе, создала сайт с таким названием, и там публикуют материалы, добытые в результате этих взломов. Именно поэтому мы их называем там Fancy Bear, а не Пушечный Шторм, например, как их еще называют другие специалисты по кибербезопасности, потому что они так сами себя назвали, им понравилось это название.